Привет! Сегодня я к вам с рецептом яблочных рулетиков. Эти тоненькие, бархатные, мягкие и очень ароматные блинчики с первого укуса могут показаться самыми обычными, но потом вы будете приятно удивлены тонким яблочным ноткам свежести. Итак, для начала приготовим блинчики. Здесь идеально подходят блины на кипятке, их еще называют бархатные. В миску разбиваем 3 яйца, добавляем половину чайной ложки соли, 3 столовые ложки сахара. Взбиваем венчиком, вливаем 200 мл молока и добавляем муку 220 г. Перемешиваем до однородности, чтобы не было комочков. Теперь вливаем кипяток 200 мл. Только что закипевшая вода перемешиваем и вливаем еще 200 мл молока. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем, тесто готово. Дадим ему постоять минут 15, пока займемся приготовлением начинки. Яблоки моем, у меня домашний, с маминой и папиной дачи. Натрем на терке примерно 800 г. Берем сковороду, кладем яблоки на сухую сковороду. Закрываем крышкой и тушим минуты 3-4 под крышкой. Теперь крышку убираем, добавляем сахар по вкусу. Я не люблю слишком сладко, поэтому добавляю 1 столовую ложку и сок лимона примерно 1 столовая ложка. Перемешиваем и теперь тушим без крышки минуты 3-4 или до испарения жидкости. Пока начинка остывает, печем блинчики. У меня блинницы диаметром 24 см фирмы Талер. Получается из данного количества теста примерно 20 таких блинчиков. Чтобы ускорить процесс, я жарю на двух сковородках. Кстати, сейчас в официальном интернет-магазине посуды Талер действует скидка 40% на выборочный ассортимент продукции, в том числе и на эти блинницы. Ссылку оставлю под видео. Вот такие получаются блинчики. На ощупь они нежные, мягкие, как будто бархатные. Отсюда и название бархатные. Берем блинчик, кладем столовую ложку начинки и равномерно распределяем. Теперь заворачиваем рулет. И разрезаем на две части. Получаются вот такие яблочные рулетики. Кстати, также можно наполнить и творожной начинкой. Подаем к столу с горячим чаем. По желанию можно обжарить на сковороде на небольшом количестве масла. Я обычно так делаю на следующий день, если блинчики остаются. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соц.етях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я вам желаю приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!